здравствуйте друзья и подписчики моего канала я сегодня решила заняться кухонным окном вот это вот орхидеи с подоконника стеллаж я еще не мыла я их промыла горячим душем здесь котлей и реанимашки фаленопсисы и вот малыши вот глыше и вот это вот кто спрашивал когда я усердно полоскала орхидеи в ванной орхидеи такие подкидыши да так и что у меня здесь дендрик у меня здесь вот еще котлейки мини я их все промыла это у меня обожрали трипсы и и обрабатывала эту орхидеи вот центральный лист отрезала должен не второй лист получается этот у нее было в пятнах этот обожрали он подрос такой вот но уже без всякой обожранности до этого тоже пострадала так значит но это орхидеи из комнаты слава богу на кухне и в настя на комнате не было трипсов это вот большие мои котлеи да вот это вот котлеи вот это котле небольшой горшках сидят начать у меня на мою окно утепляю потому что сегодня 1 декабря сегодня у нас сильное похолодание выпал снег и так как у нас дом старый окна деревянные и есть кое-где щели зазоры сегодня кстати пришла мысль что я буду ждать это или реновации или переселения весной буду менять окна так это хорошо мысли хорошие так не что еще и такая вот такая вот у меня котлейка умывальники лежит мини котлейка но она не мочит не делится с 18 года белая красивая котлеечка вот у нее один корешочек здесь я у нее отрезала сухие были корешочки вот здесь были сухие корешочки на резюме и вот здесь это вот закукленные вот это вот корни даже не закукленно это что-то она тоже да все отсохло сегодня я буду ее опять пересаживать уже буду пересаживать совсем по-другому буду ей создавать совершенно другие условия ну и возможно вам покажу так далее что я хотела сказать я хотел сказать по поводу того что я вот помыл их до горячим душем и покормила их по листу агрекулка сегодня буду так делать со всеми но я не знаю как я это сделаю дай бог мне сил потому что там столько мини что пуст в общем вот такая вот небольшая зарисовка я ее возможно вставлю видео о посадке вот этой вот маленькой архипеи ну вот навела я порядок три с половиной часа работы усердно я помыла окно утеплила его как смогла вот так вот ну что делать старенькое окно до старенький дом ничего в этом такого нет да замечательно вот так утеплились мы вот значит все растения помыто стеллаж тоже помыть вот видите все чистенько растение я помыла душем и я их всех удобрила грековкой вот такие классные чистейшие стоят вообще ребята на улице солнце отсвечивает вот так вот все чисто прям сердце радуется занавески тоже постирала все вот и вопреки моим правилам надо здесь положила фетровые такие салфетки теплые толстые чтобы не очень холодно но сейчас сразу прибавилось температуру сейчас на кухне 24 градуса в общем вот так вот все хорошо вот это вот местечко будет для котлея и воду сегодня пересаживать это сюда еще уместился дендрик биркинг вот мы и дендрик от лили лиль вот твой дендрик свои какой клёвый который ты не дарила так что вот все чистенько думаю хватит времени чтобы показать пересадку котлея в общем вот такой вот чистая кошечка все чистенько солнце супер на улице но выпал снег и холодно и здесь у меня значит это я буду мыть стеллаж на следующей неделе все все растения буду мыть и у меня здесь вот освободилось место то есть достаточно места сейчас я подвинул так вот для двух новых растений сюда вот наверно встанут два новые растения даже три сюда поместится раз два три горшка еще стопа станут вот так вот бойковская дует бутоны бутонова смотреть какой огромный увидим прямо со дня на день ее цветение мне очень интересно но мне кажется что это блондинка в общем вот здесь хватит времени сказала ну да уже сказал что покажу как я буду присаживать котлейку и так я закончила убираться на кухне все там прибрала помыла все теперь чисто настя проснулась горит ой мама как вкусно пахнет замечательной чистотой и ароматизатором от чистых навесок и так котлеем у нас осталось немножечко времени так котлеи это мини котлеи она была беленькая она была куплена 25 мая 18 года и 23 января 19 года она стала на реанимацию так значит что у нас здесь мы видим мы видим вот такую три зоны без корней мы видим вот такой новый полудохлый рост вот это тоже у нее кстати новый рост и вот рост который лишился листьев в общем она росла вот в этом вот горшочки вторая котлейка которая растет меня в такой же точно посадки замечательно растет и наращивает на корешочки и наращивать новые ростики это не хочет расти вот у нас есть вот такой корень и сегодня я ее посажу сейчас покажу каким образом то есть я ее посажу вот такой стаканчик вот я и написала здесь уже сопроводительную такую записочку на фитиль посадочка будет быстрая то есть я ее посажу на наращивание корней так здесь я сделала паяльником дырочки вот видите да про дело и синтетический такой шнурочек вот таким образом я его сейчас приподниму вот так вот и насыплю сюда керамзит вот таким вот образом насыплю керамзит то есть у меня этот фитилек будет находиться на керамзите здесь вот так он у меня будет лежать на керамзите вот таким вот образом два хвостика вот здесь да так теперь котлею я буду сажать в мох спагмоз вот я специально распарила упаковку мха спагмоз но зеландский сейчас я примерю сюда котлейку в этот стаканчик она у меня будет вот таким вот образом здесь находиться так сейчас я вниз положу на дно сюда вот спагмозик а ну в этом случае все способы хороши мне не хочется ее терять цветение особо я не охуя не ахуя не жду мне главное чтобы она росла так сказать и развивалась так теперь я беру мох и вот таким вот образом делаю гнездо вокруг резона то есть чтобы у меня вот этот вот корень был находился внутри мха вот у меня здесь эта штука и и сползла надо было я вообще снять пола то пусть пока будет резиночка вот таким вот образом чтобы корень был во мхе и естественно вот это вот тоже дело резона чтобы было внутри мха вот так и чуть-чуть добавлю все очень быстро я ее вот так вот рыхленько я ее присажу вот вот этой стеночке я ее немножечко отодвину так ну все получилось то что я хотела сейчас я чуть-чуть вот здесь звук подобавляю немножечко мха значит предыдущем отрывке я там когда я на кухне там рассказывал про орхидеи я сказал я пересмотрела этот отрывок и скажу что не в моих правилах считать орхидеи да но вот он я посчитала вот на настоящий момент на кухонном окне вот на этом маленьком стеллаже включая вот этот вот узкий мой подоконник находится так отрежу я эту резинку 47 орхидей то есть вот такое вот казалось бы компактное окно она на самом деле маленькая то окошко вот и благодаря вот этому стеллажу вот это вот стойки от фирмы под цветы очень у меня все там замечательно умещается я уже говорила когда вот монтировали эту стойку на окно в том видео что я бы хотела еще в одну стойку но в мою комнату уже перебор будет а настя не пускает к себе ну да я думаю что не надо у нее там городить городушку 7 нас такой разговор был что-то я вспомнила владимир маркина когда сказал я буду жить вечно потому что у меня нет преемников кому оставить орхидейное свое хозяйство и вот почему то так вот да такая думка прошла у меня ведь тоже нет преемников никто не хочет но не захочет заниматься орхидеями это я так на будущее и выражаясь словами владимира маркина придется жить вечно я шучу вот так вот у меня так вот получается смотрите вот он корешочек вот его видно да сейчас я его еще приложу ее так пошатывает немножко но когда я ее поставлю сейчас во второй горшочек который я приготовила для нее она уже качаться не будет я надеюсь держатель я и не хочу ставить потому что у нее стоял держатель он постоянно вырастает отложениями и не очень красиво все вот такая вот у меня получалось и получилась история вот смотрите видите то есть все это очень рыхло вот внизу керамзит здесь у нас мог и сейчас я ее поставлю во второй стаканчик это стаканчик побольше размером он повыше и немножечко пошире вниз я положила такие камушки тяжеленькие галька такая и будет она у меня стоять вот таким вот образом вот так стаканчик стаканчик то есть вон он фитиль видно его лежит на гальке и в гальке будет все время водичка мне нравится при понадобность то есть как бы если понадобится я могу достать этот стаканчик очень легко из стаканчика полить ее проливом или под душем ее помыть и будет у нас все замечательно то есть водичка бы будет место куда выливаться вот отверстие сделаю да так то она хорошая вот она в тургоре да все но она очень красивая я ее покупала максима сейчас вспомнила очень красиво орхидеюшка даже остались где-то ее фотографии вот так вот естественно поливать я не буду ее потому что я ее сегодня мало того что я ее полила помыла ее под душем под горячим я ее опрыскиванием как и все другие орхидеи удобрением и его попрыскала агриколкой и вот так вот замечательно мне нравится вот все она пойдет на свое место на кухонный стеллаж вот так вот очень очень даже симпатично получилось так что такая посадка тоже имеет место быть на заднем плане вы видите вот такие вот шикарные по-другому не скажу орхидеи это две новые орхидеи вот это вот очень редко орхидея я пока не буду говорить как что называется дам я отдельные видео будут снимать я их вчера привезла из волшебного шкафа из аптекарского огорода это орхидеи из группа породистой фаленопсис и где очень приятные приветливая хозяйка лизну неким всеми нами любимая известная вот я ее там забрала вот это вот орхидеи это такая вот большая орхидея видите большой размер даже какой-то 5xs на 5 5s x как хотите и вот с таким вот длинным цветоносом так и вот вторая вот такая вот орхидея тоже такая вторая орхидея тоже породистых я ее покупала лена миленина привет тебе большой спасибо тебе дорогая что не все рассказала все показала фотографии название где кто родился где на ком же кто на ком женился кто родители и сопроводители в общем вот такие вот две очень красивые орхидеи эти орхидеи будут героини героинями следующего ролика вот на этом я буду заканчивать свое сегодняшнее видео надо пойти погулять потому что если очень устал надо пойти подышать морозным воздухом вот в таком вот красивом составе мы с вами прощаемся желаю вам всего самого доброго здоровья вам вашим растениям солнце в душе и на небе до свидания всегда ваша бокова наташа